Прикришна Итак, был однажды один браман, который находился в смятении, он не понимал, что такое есть самбанда, апхидея прайоджина И тогда Читани Мухопрабума объяснил, что и Святое Имя, и Господь, они неотличны, и Саде, и Садана являются повторения святых имен И когда человек повторяет святые имена, он может достигнуть Господа Поэтому Читани Мухопрабума ответил этому браману, что и цель, и средство достижения, это воспевание святых имен В Раджи Гопе, в настроении выносимой разлуки, они постоянно совершают Кришна Киртан Поют Хари Кришна Мухаммантры и другие имена Господа На самом деле, Хари Кришна Мухаммантра из кого она зашла? Из первого Из Радарани, из лотосных уст Шримати Радхарани Шримати Радхарани самая первая, кто начала воспевать святые имена Кришны И в настроении этой разлуки, которое было переполнено ее сердце, она начала святые имена Кришны Точно так же, как в Читании Мухопрабума Он воспевал святые имена Господа Кришна Кришна Сочетание Мухопрабума В сочетании Мухопрабума Он воспевал святые имена в настроении сильной разлуки И это имя, Ночинтамани, оно является нектаром и камнем, который исполняет все желания сердца. Харинам, он является совершенно чистым. Ишона Корейши задал вопрос Сутих Госвами. И он сказал, какое решение в этом материальном мире достижение Господа. И тогда тот ответил, чем бы вы ни занимались, куда-то идете вы, спите, всегда воспевайте, если ты именно Господа. И затем следующий вопрос, какой был? Следующий вопрос, который задал Шауна Корейши. Если кто-то желает, что нужно делать, чтобы опрести бесстрашие в этом мире? Я говорю, Дэви говорит, чтобы стать бесстрашным в этом мире, нужно повторять Харикатху, слушать Харикатху и памятовать о Харикатхе. И поэтому из всех садданов, дотяжение садданов в акте, самое возвышенное, самое высочайшее, несравненное, несравнимое. Есть вот три главные анги в акте, с Шраваном, с Киртом и с Мараном. И из всех этих трех составляющих ангелов в акте, Шраваном является самой высочайшей. Она не самая высочайшая, самая первая, изначальная, она в центре, потому что Шраваном, Шраваном оно подпитывает и с Мараном, и также подпитывает Киртаном. То есть, эта анга, она подпитывающая, основная. Поэтому, Киртаном это очень важная анга в акте, но ее подпитывает Шраваном. Слушаем ее. То есть, прежде чем нам услышать свои имена, мы должны, мы должны их услышать. И когда мы воспринимаем свои имена, мы их также слушаем. Мы слышим, когда мы произносим свои свои имена. Громко воспринимаем свои имена. Кто-то... Тот, кто громко повторяет эти имена... И вы не можете... А! Когда вы... Когда кто-то громко повторяет свое имя во время Аника, конечно, это неправильно. Потому что те, кто повторяет Аника, они не могут сосредоточиться, и вас там готовы побить за это. Но во время Киртана, когда вместе все собираются, поет Киртан, это очень-очень могущественно анга-бхакти. Харинама Сан-Киртана. Он не могла... Существует... Человек быстро достигнет совершенно безусловно. С помощью Киртана... С помощью Киртана... Господь Шибугаван, который одновременно кармы, дьяни и йоги, дьяны воспринимают Господа как неравишеши брамана, йоги принимают Господа и принимают Его в Верховное положение как параматма в сердце, которое является свидетелем. Она размером с большой палец, а те, кто занимается бхакти, они воспринимают Шибугавана как Шьяма Сундара, Шьяма Сундара Кришну, который держит у своего плейту, и его прекрасное лицо украшено сережками, и у него прекрасная гирлянда из цветов Виджайн Тимала, доходящая до колен из пяти разных видов цветов, и поэтому дьяни принимают аспект Господа, его аспект как браман безличный, а йоги воспринимают как параматму, а бхакти воспринимают как Шьяма Сундара, Нанда Кришны. Они постоянно представляют наму, гуну, рупу, наму, гуну, рупу Кришны, имя, образ и лилы Кришны. И это прекрасная шлока, которую цитировал сейчас Горудев, там прекрасно объясняется, как различные виды людей относятся к Господу. Это очень известная шлока, когда Шри Пагаван имеет три проявления, кажется, что достижение Господа зависит от квалификации занимающегося практикой. На самом деле это так. Для каждой квалификации постижение Господа оно свое. Точно так же, как манго. Манго пока зеленое, несозревшее, оно еще невкусное, но его можно использовать для приготовления сабджи. Однажды царь послал своего слугу и сказал, как там на базаре манго, иди посмотри. И тот пошел и сказал, очень много разного вида манго. Тогда царь сказал, о, хорошо, иди проверь сорта манго. И второй пошел, слуга, пошел, прикоснулся к манго и подумал, вот эта манго, это спелая. Он почувствовал аромат этого манго. И сказал, о, царь, там на базаре есть спелые, очень спелые, пахнущие, пахнущие аромат на манго. И третья личность пошел на базар, и он прикоснулся к манго и увидел спелое манго. И сказал, дай мне 5 килограмм продавцу. То есть он его прям купил, и он принес домой, и предложил таку Роджи, и попробовал. И тогда он еще смог сказать, что оно очень сладкое. Точно так же есть три вида реализации Шри Пагавана, которые также... Первая личность, который только увидел манго, сказал, что там очень много манго, он их только увидел. Это кто? Это Гьяни. Почему? Потому что очень много несогласий находится в сердце. У всех очень разные восприятия всего. И когда вы начнете проповедовать, вы поймете, что это очень спорный вопрос. Это первая личность, которая только увидела манго и смогла со стороны, и смог только сказать, что только их много. Это точно так же, как нервиши Шагаяни. Они смотрят издалека на Солнце, и могут мало что о нем сказать. Солнце слепит их. Издалека Солнце похоже на угненный шар. Они видят лишь только свет этого Солнца. Как, например... Как, например, ночью идет поезд, кто-то кричит, Эй, поезд идет, поезд приближается. И вначале... Поезд еще не видно, но кто-то еще не понял, что это поезд. Он видит только вот этот свет. И он думает, о, что же это за свет непонятный. А другая личность, которая чуть поближе, то есть чуть ближе к этому поезду находится, он видит, что это вагоны. А третий, когда поезд совсем уже приблизится на платформу, третий видит, что в этом поезде кто-то внутри сидит, кто-то там принимает пищу. То есть одна и та же вещь может иметь три реализации. Точно так же в случае с манго. Первый, кто увидел манго, он считает, что богован – это просто свет. Это просто брама. А второй, который прикоснулся и почувствовал аромат – это йоги, которые считают... Они медитируют на параматму, который находится в сердце. Они считают, что это высочайшее проявление Господа, что это и есть Господь. Благоват Гитти очень ясно объясняется шлоком. Он говорит, как кармы, гьяни, и что для них самое высочайшее, как они воспринимают Господа вот в этих вот аспектах. В аспектах брамы, в аспектах параматма. И Кришна говорит, это моя собственная философия, кармы и гьяны. То есть эти аспекты, они не иллюзорны, они действительны. Но тот, кто любит меня, тот, кто обладает прямой ко мне, прямой бактой ко мне, то тот знает меня. Если сравнить с кармой, гьяни, йоги, то эти бакты, они совершают бажен мне, поэтому они очень дороги мне. И та третья личность, которая пришла на базар, она не просто потрогала его, увидела и понюхала. Он купил его, предложил таквараджи и попробовал. Вот это преданное, в сердце которого находится Кришна. И Кришна является пленником этого сердца, которое наполнено бактей. Сердце чистого преданного. Яни говорят, яни считают, что Кришна является Браман, безличностный Браман. А йоги считают, что это Параматма. Но чистый преданный, он знает, что Кришна – это личность. Он воспринимает личностные качества Кришны. И таким образом он может насладиться сладостью красоты Кришны, сладостью его святого имени, сладостью его качеств, его прекрасных лил. Таким же, как же можно насладиться в бакте расы, если тот, кто не имеет бакте, как он может насладиться ингредиентами бакте, которые, смешиваясь между собой, даруют трансцендентный вкус. Например, если у кого-то заболела голова, и он пошел к доктору, и доктор говорит ему, ты должен отрезать свою голову, потому что когда ты отрежешь голову, ты не будешь чувствовать головную боль. У тебя не будет проблем. И он пошел к другому доктору. И другой доктор сказал, я дам тебе обезболивающее лекарство, которое успокоит твою боль. А потом он пошел к третьему доктору. Второй это был, второй доктор, который, доктор, который сказал, я дам тебе средства, от которого твоя головная боль успокоится. Это те, кто хотят ногти. Они хотят освобождения. Это как самоубийство, смеяние со светом в Брамаджете, которое исходит из злотых инстоп Господа. Там нет никаких несчастей, страданий. Но преданные считают, что мы слуги Господа, а Господь наш хозяин. И здесь есть настроение служения, которое полностью покоряет Господа. Мы приходим в этот материальный мир, и мы совершаем Бхаджан, и невежество из нас постепенно уходит, и мы сможем заняться служением Господу. И мы также достиг Бхакти, мы можем опрести Бхакти расу. И поэтому нам не нужно никакого слияния с Брамаджете, в Шимат Бхагу, который учит прекрасно в Исидханте. Кто-то, видимо, другой нам расскажет об этой Сидханте. Ну, здорово. Тогда наша трансляция прекращается. А тут, правда, я не вижу отсюда, к сожалению. Поэтому он освещает его. Да, Маде Вагосвами Махараджи, это тупо. Вот он предлагает свои низкие... Ладно, пока перевод есть, поперевожу. Он приносит свои бесчисленные пранамы. Бхакти Веданте Маде Вагосвами Махараджи, Бхакти Веданте Шидаргосвами Махараджи, который присутствует здесь, всем ващинам и ващинам, которые собрались, чтобы участвовать в Хрикатхе. Он говорит, что... Махарадж приказал мне, чтобы я рассказал славящим Адбхагатам из Падма Пуран. Однажды в лесу на Мишаране очень много тысяч... Сколько-то тысяч... Короче, очень много тысяч святых, они пришли в лес на Мишаране. И в это время они собрались там в начале два пара... два пара югев, когда должна была наступить калиюга. И так как раз Шиунако Риши находился в этом собрании. И среди всех этих тысяч святых он был самый... самый возвышенный. Но когда пришел Суто Гасвами, Шиунако Риши обратился к Суто Гасвами с вопросами. Это почему? Потому что Суто Гасвами он был реализован, он реализовал в своем сердце трансцендентные знания. Транцендентные знания являются тысячами солнц, которые разгоняют тьму невежества. И поэтому он хотел, чтобы Суто Гасвами ответил на эти вопросы, которые касаются ситханты, ситханты, которые касаются Господа. И поэтому первый вопрос содержался в том, каким образом Джива может вырваться из оков Майи и пересечь этот материальный океан страданий. Почему? Потому что векали йоги все Дживы имеют демоническую природу. И чтобы очистить этот мир от демонической тенденции, в чем решение этой проблемы? Это был второй вопрос. И также он спросил, каков вид садданы, практики, которая принесет высочайшее благо. Когда Суто Гасвами услышал вопросы Шауна Кириши, он был очень доволен, потому что все эти вопросы касались Господа. Иисус 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 однажды перешел в место. Он прибыл в место, где собрались святые. И один из них спросил, Нарадариши спросил, все эти святые спросили, о, Нарадариши, как вы сюда пришли? И почему вы так расстроены? Кажется, вы выглядите как личность, у которой похитили богатство. И тогда Шауна Радариши ответил этим святым. Я ходил по всем местам, но я не смог нигде найти удовлетворение своему сердцу. И затем я пошел на берег Емуны. Когда я пришел на Емуну, я увидел что-то очень удивительное. Одна юная женщина. Она сидела на берегу Емуны. И недалеко от нее находилось двое старых людей, стариков, которые лежали на земле без сознания, были немощны. И тогда Нарадариши подошел к этой женщине и спросил, кто эти старики, находящиеся без сознания? И кто ты такая? И эта юная женщина ответила, я Бхакти Деви. А эти двое мои сыновья, Агьяна и Вайрайгия. И Бхакти Деви далее продолжила. Я... Я родилась в Карнатаке. Это место в Индии. Я была очень юная, но когда я пришла в Гуджират, я очень состарилась. Гуджират это место в Майваде. Поэтому, когда Бхакти туда пришла, она очень состарилась. Затем я пришла во Вриндавы, но я снова помолодела, но мои сыновья, они все еще находятся вот в этом положении, в таком вот состоянии. И они находятся без сознания, они уже на грани смерти. И тогда Нарадариша сказал, не беспокойся, я найду решение для твоей проблемы. И затем Нарадариша начал повествовать беды, Кураны, это ничего не помогало. И затем он начал повествовать Бхагавадгиту, и даже это не помогло. И ничего не повлияло на них. И тогда Нарадариша решил, он услышал голос небес, который провозгласил. «Когда Махапуруша, чистый преданный, даст... этот... он услышал голос небес, который сказал, что один преданный, чистый преданный, Махапуруша, даст тебе решение этой проблемы. И тогда Нарадариша ходил по всем местам паломничества, Иисусе спрашивает, где такой святой? Где такой святой? Это Шандали Риши рассказывает эту историю про народу. И он говорит, я повествовал гиту, веды... А, и Шандали Риши. То есть Нарада нашел Шандали Риши, и Шандали Риши сказал, ты... уже процитировал там... всякие веды, и праны. И он сказал, ты должен читать Шримад Бхагаватам, ты должен пойти в Харидвар, ты должен пойти в Харидвар, там сейчас будет повествоваться Шримад Бхагаватам. И тогда Шунали Риши и Нарада... они пришли в Харидвар и... и там проявилась... проявилась там Бхагавати Деви со своими двумя сыновьями, и сыновья... они помолодели... она сама проявилась, то есть она... она не... 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 не пришла, она проявилась именно из этих шлок, когда начали читать Шримад Бхагаватам... я так и не поняла, кто начал это читать... Шримад Бхагаватам Нарада или Шандали Риши... и когда Бхагавати Деви проявилась из этих шлок, она начала танцевать... и громко... громко танцевать в Киртане... тогда Шандали Риши сказал, ты должна сесть между преданными... и таким образом... Бхагавати Деви... она вошла в сердце каждого преданного, который находился в этом собрании... Ильяна... который проповедует Нервишиша... Брама... это совсем... это полностью... полностью отличается... от Види Ильяны... Види Ильяны... Види Ильяна... это истинное... истинное знание... пока мы не знаем, кто такой Бхагаван... мы не сможем обрести ничего в этом мире... и все будет бессмысленно... Горды в кого-то еще вызывает... Беги-беги скорее... А ты знала бы я язык? Может быть меня бы спросили... Угу... Я шучу... Вряд ли меня бы тут кто спросил... Так... Мадукар Прабу... наш брат... Я помню как он в 2015 году только пришел... он на врача учился... такой забавный был смешной в белом... Угу... угу... ух... 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 Сейчас его... посмотрим поближе... Сейчас он уже у нас... в шафране... Такой серьёзный, преданный. Ой, гору Дэвы надо тоже показать. В первую очередь я предлагаю свои бесчисленные давать пранаты, пранамы, моему духовному учителю, приезжать и качарию, овишнапаташ, торшаташ, ищем адбитанташ, и дорогой своему мухараджу. Сейчас, секундочку. Я пропустила, он кому-то ещё предлагал поклоны, я, к сожалению, не пропустила, прошу прощения. Гурдэв приказал мне рассказать о первой шашлоке, Шримад Бхагавадам. То, что я слышала от Гурдэвов, я попытаюсь то же самое рассказать. Когда в читании Сиритама, Сухаршнадарский Вираж Гасвами в Мангло-Чиране объясняет. Сиритама, Сухаршнадарский Вираж Гасвами в Мангло-Чиране. Мангло-Чиране, которое является вступлением. Мангло-Чирана – это вступление к какому-то, к чему-то, к чему-то. Когда мы хотим совершать какую-то деятельность, мы должны произнести Мангло-Чирану, для того, чтобы наша деятельность была успешной. И поэтому, когда Кришнадарский Вираж Гасвами, перед тем, как приступить к написанию Шримад Бхагавадам, он произнес Мангло-Чирану. Точно так же, Иосадеев, перед тем, как приступить к написанию Шримад Бхагавадам, он сделал вступление, сделал Мангло-Чирана. И поэтому, когда Шигуру и Вашнавы, которые прославляются в Мангло-Чиране, просто пометуя о нашей парампоре, Шигуру и Вашнавах, и Хари, тогда самое неблагоприятное, оно разрушается. И очень легко, и доступно желание того, кто хочет приступить к этой деятельности. Это желание будет успешно. Эта деятельность будет успешна. Мангло-Чирана, она подразделяется на три части. Первая часть – Намаскар. Первая часть называется Намаскар. И вот в этой шлоке я предлагаю свои пранамы, Верховные Личности Господа. Намаскар это называется. Мои Намаскары. Что в действительности? Истина. Вы должны всегда стремиться понять истину священных писаний. Поэтому уже во второй части молитва обращается к тому, чтобы реализовать правильным образом. Чтобы правильным образом сделать то, чтобы сделать то, что желает тот, кто произносит Мангло-Чирана, чтобы это сделать все должным образом. И третья часть Мангло-Чираны – это точно так же, как Бхагаван даровал знания Господу Брахме. Господь, Он сам утверждает, что тут, что нет никакой разницы между Грандхой и Бхагаваттам, и Грандхой и Бхагаваттам, и еще какой-то Бхагаваттам, Мариданг-Бхагаваттам, Бхагаваттам, Бхагаваттам. Сидит, бедолага, шатается вон у столба второго. У нас жарко просто очень. Когда Бхагаваттам обсуждается в собрании саду, что в это время происходит? Слушай, Харикатху из лотосных уст саду в собрании, эта катха является нектаром для сердца и ушей. То есть через уши это проходит в наше сердце и остается там. И Кришна уже забегает, закрывает за собой дверь и больше никуда никогда не уходит. И наш брат пословно пытается объяснить эту шлоку, что такое истинное освобождение. Это не просто мухти. Что значит истинное мухти? Истинное мухти — быть помещенным в свою собственную форму. Как интересно. Первый раз это слышу. Истинное мухти — это быть помещенным в свое истинное тело, в свою сваруку. Это истинное освобождение. Сначала, когда мы слушаем Харикатху, приходит параматник Шрадха, затем прямо в акте. Шри Бхагаван, он также поясняет, что в таком собрании саду, в сердце которого я живу, я не знаю никого, кроме преданных, а преданные не знают никого, кроме меня. Поэтому, когда преданные начинают рассказывать Харикатху, мы имеем возможность реализовать, кто такой Шри Бхагаван. Поэтому в первой шлоке, в которой даются пранамы, принимаются пранамы, Шибисадев предлагает пранамы. Это Мангал Чирана написал висадеев, как вступление к Шримад Бхагаватам. Переводчик ушел. Все, тю-тю. Я думала, он спит. Нет, он ушел. Ну, как бы в общем, что я могу сказать, он говорит сейчас, а сампродаи, которые существуют, Брама сампродаи, Небодите сампродаи, Рамануджи сампродаи, ну и у всех, все, короче, в каждой, в каждой сампродаи есть комментарии на Шримад Бхагаватам. И все эти четыре сампродаи являются как бы авторитетными. Друзья, ну это очень в общем. Он сейчас говорит, что саттия означает, что когда Бхагаван дает какое-то обещание, какой-то обед, он всегда его выполняет. Шиба Гаван. Шиба Гаван берет обед во время битвы на Куракшетре. Он сказал, что никогда не будет, что он не будет использовать никакое, никакое оружие. Но несмотря на это, для преданного, для своего преданного Бхишмы, Деда Бхишмы, он это совершил. Почему? Потому что Кришна всегда чувствует себя неоплатным долгом перед своим преданным. Точно так же. Кришна является обителью правдивости. Ой, ой, ты пришла. Харе Кришна. И в своих реинкарнациях, как Вараха, Матия, Кришна является причиной всех реинкарнаций. То есть очень много есть реинкарнаций. Но Кришна является источником. Обители Кришны, Матхура, Двара, Кураку. Нет, Скинг, Скинг мне очень сложно что-то понять. Мы не можем материальными глазами увидеть божественный образ Господа. Но Господь своими глазами может не только увидеть, но и совершать различные действия. Ну и там в конце этой шлухи говорится вот о такой личности, которая является вместилищем Ананды. В личности знания блаженства такой личности я принимаю приближающим. Кришна это тот, кто... тот, кто... тот, кто совершает три действия, творит, поддерживает и разрушает. И если кто-то спросит, каким образом Шибагаван совершает это, это с помощью своей энергии, с помощью своей потенции. И также в Гавитостотре имеется слогу, который объясняет тот потенции Шибагавана, который... Чхая, тень. Наоборот, Майя Дэви является тенью этой энергии. Чхая, тень. Она поддерживает и разрушает этот мир. То есть, тень, тень, потенции. Вот это является Май. Когда Багаван смотрит своим взглядом на Майю, она приходит в возбуждение, такое состояние, и происходит творение Прокрития. Начинает происходить творение. И то, что не имело жизненной способности, это начинает существовать. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну, он также независим. Он совершенно независим. Это объясняет Liberty Господь Adikavi communication Что значит Adikavi Adikavi это в шлете дальше говорится? Adikavi Это значит Драмат-джем является первым живым существом. Он изначальный. Он единственный, самый первый в этой вселенной. Адикави его называют. И вот здесь его тоже имеется в виду Брамаджа. И также дается пример Шамад Багаватан. Когда Кришна со своими друзьями играет в Раджи, Брамаджа увидел эти удивительные игры. Он увидел эти игры Кришны, и как он пасет коровы, играет со своими друзьями. Брамаджа был настолько удивлен, он был в состоянии понять, что Кришна является Багаваном. Он думал, что это обычный мальчик. Таким образом, как... Ну и Кришна поправил его. Каким образом? Кришна узнает сердце каждого. И он знал, в каком положении находится Брама. Он находился в иллюзии. И что Кришна сделал? Таким образом, ворона Дэйва, который является по-другому, в этой шлоке, в которой объясняет... Тэйч... Тэйч означает... Надо эту шлоку выучить. Это то, что имеет такую текучесть. То, что движется. Дается, вот, пример, воды. Она постоянно куда-то движется. Иногда, когда мы находимся в иллюзии, например, мы можем видеть, что стояние на песке, воду, или же огонь. Человек, который находится в иллюзии, он видит то, чего не существует. И поэтому... То, что проявлено в этом материальном мире, там, день и ночь, которые сменяют друг друга... Сатьяма, Парам, Тхимахея... Кришна является обителем проводивости и является вечным, изначальным, и все исходит из него. Это комментарий Вала Бачария Вот к этой шлоке в Мангу и Чаране. Шрила Бешва, она отхочекровать в Токур. Он также дает комментарии. И он говорит, что Шрила Бешва, Матери Харане... Я вот хотела бы немножко сейчас объяснить, что это та же самая шлока, который сейчас вот я объяснял с помощью комментариев Вишванатха... Ой, который... Сейчас он объяснял комментарии Вала Бахачария. Сейчас он объясняет, как... Вишванатха Чараватитакур, кто такая Парадевата? Парадевата, это Шримати Радхаране. Парадевата. Самая возвышенная, изначальная. Шримати Радхаране, она является... Парадеватой. Но на самом деле нет никакой разницы между Кришной и Шримати Радхаране. Они совершенно не отличны друг от друга, как Шакти и Шакти Ман. Как прежде, Шрила, Махарат говорил... Объяснял... Объяснял... Говорил... Говорил... На самом деле парамадевата... Стоит не в женском падеже. То есть, если точно говорилось бы... Прошимати Радхаране, говорилось бы... Парамадева... Не девата, а... Девати. То есть, все, что женского рода, оно оканчивается на И. Но здесь все равно... Лишь фанат Кривати Радхаране, говорит, что все равно... Здесь, говорит, это точно указывает на Радхаране, потому что она является обителью... Она является главенствующим божеством танца расы самовозвышенной Рилы Господа. Тот, кто только поклоняется Мадову, он является не совсем... Как бы не совсем умная личность. Что это значит? Что Сваруха Шахта, Симати Радхаране, она очень обущественна. И тот, кто считает, что она отличная от Кришны, тот является очень великим оскорбителем. И поэтому, поклоняясь Господу, мы должны поклоняться Радхе и Кришне и понимать, что наш Господь, это не что-то одно. Это Радхе и Кришне. Тот, кто поклоняется только Мадове, не поклоняется Симати Радхаране, мы не должны общаться с такими людьми. Они совершают оскорбления. И они никогда не смогут обрести Браджи Бхакти. Никогда не смогут обрести Прему. И так же Бхакти у них никогда не проявится в сердце. Ну, естественно, пока они в таком состоянии находятся. Когда они, ну, будет у них какой-то там эволюция, развитие, они начнут поклоняться Кришне и Шимати Радхаране, то, конечно, они достигнут успеха. То есть тут слово «никогда» имеется в виду не то, что «никогда-никогда», а «никогда», находясь в таком состоянии. «Тот, кто не принимает прибежища у Шимати Радхаране, он не имеет прибежища и у лотосных стоп, а тот, кто не принимает прибежища у стоп Шимати Радхаране, а суть в том, что он говорит «тот, кто не принимает Шимати Радхаране, Бог с ним, позвольте ему так поступать, но я нахожусь на стороне Шимати Радхаране». И никогда, никогда... А, это он и говорит. Собственно, это его личное как бы наставление. Он говорит «я не осуждаю тех, кто принимает прибежища только у Кришны, но моя позиция, я нахожусь на стороне Шимати Радхаране». Какой красавчик у нас братик-то. Вот Хари Кришна, Хари Болу, у нас начинается Арати. Мани Манджари, мои поклоны, кто второй, не знаю, но тоже мои поклоны. Все. Мы покидаем вас, Хари Кришна. Хари Кришна, Хари Кришна. Хarlo, все. Хари Кришна. Я занимаюсь, что такой же Krieшницей, я не могу зяoku царей, но только у Махарана не relevant. Н cultural. Вы понимаете, что ничего. Есть, это я, к mammоля, но также есть учебиные чтения, но в Ом�iyi специально с саинами, Продолжение следует... Продолжение следует...